приветствую всех страждущих на своем канале с вами даркман хозяин сие заведения и этим видео я открываю новый цикл туториалов посвященных созданию вайфбара для игрового движка муген вот наконец-таки немного разгрузился на своими проектами сработать совсем прочим да и к тому же материал нелюбезно предоставили на моему кличу группе вконтакте у меня проектов новых не твои пары везде уже запилены то что случай не выпадала вот решив заняться чем-то более полезным чем рисование спрайтов или кодинг думаю надо дать себе отпуск небольшой мозгам разгрузку сделать наконец-то и запилить тупер который все обещал сделать обещал бы единственные оставшиеся до все руки не доходили как наверное некоторые подписчики группы вконтакте видели я проводил конкурс кидал клич предоставьте мне графику для лайфбара я его реализую для вас откликнулся только один человек собственно с ником электробот да за что ему большое спасибо можете его поблагодарить в личке и собственно он становится единственным участником единственным победителем конкурса до его версию лайфбара мы и будем реализовывать графика у меня все что надо нет собрал из того что он выслал собственно графика звук для лайфбара и шрифт универсальный который мы будем использовать в качестве тестировочного для нашего лайфбара может потом еще что-нибудь подберу чтобы не было единого шрифта сделать что везде один и тут же не использовать давайте собственно без раскачки такой начнем создание лайфбара как она обычно все делается делается естественно базе базового дефолтного лайфбара ноги на 11 собственно вот он у нас в нашем скринпаке кастом вот наш лайфбар он же fight вскроем его с помощью fighter factory 3 мы видим собственно его потроха как обычно у нас не открывается файл со спрайтами поэтому придется открывать учились контекстное меню вот он хлам нашего собственно лайфбара 51 спрайт ничего тут сверх сложного предмет будем работать да единственное что реально напрягает это как адекватно тестировать лайфбар чтобы каждый раз не включать сборку свою выбирать персонажей и все эти бедушки не смотрите прочее единственный метод который я выработал чисто для себя заключается в следующем мы берем собственно нашу fighter factory classic включаем и выбираем базовым агент для запуска собственно тот магент для которого мы будем делать слайфбар и откроем какого-нибудь персонажа попроще у меня запасов полегче есть персонаж особо уже не был виджета хочешь запускаться на вес очень-нибудь попроще вот этого запустишься как видите у нас прописан прописана арена для быстрого боя встреч 0 720 это ерунда полнейшая мы просто возьмем нашим пропишем аренку которая у нас присутствует в качестве стартовой для запуска дебага вот она для конкурса напишем и собственно персонаж без проблем будет запускаться будем терпеть эту противную громкость потому что говорят с другими персонажами собственно лайфбар мы открыли что мы тут видим собственно дефолтные стройки как видите есть анимации разведите раз видимо биггин экшена которые мы видели уже в аренах в скринпаках поэтому ничего сверхсложного здесь нет на самом деле как обычно дефолтные все вот эти вот описание я сносить буду и перед этим мы почитаем что тут у нас написано итак дефолт файтскрин то есть ну короче дефолт нашего лайфбара скринпак или версия моген 1 оптимальное разрешение 1280 на 720 дефолтная рассчитан на моген 11 так и тут есть сносочка о шрифтах шрифтов как видите можно подключить 10 штук то есть максимум 10 шрифтов можно подключить вы собственно можете их увидеть вот они уже подключены фонд 1 фонд 2 фонд 3 фон 4 зависит на четыре шрифта по дефолту где функции системе то есть короче сноска про то что те шрифты которые прописаны систем . дефолт не пересекаются с вот этими шрифтами то есть там вы можете написать один набор шрифтов здесь будет другой набор шрифтов но тем не менее лайфбар будет считывать шрифты именно отсюда вот где собственно ищутся шрифты для для нашего лайфбара то есть я не может находиться то есть систем директории в папке систем то есть в дате иначе говоря отсюда могут шрифты считываться муген программ директории то есть в самой папке мугена но где сноска не рекомендуется хранить кастомные шрифты здесь в папке фонд с дефолтными шрифтами но и собственно сносочка такая смотри как кастомизировать лайфбар в конце этого файла ну и здесь скажем так для новов есть такая сносочка можете с ней ознакомиться за кадром я же ее для вас разбирать не буду почитать с помощью переводчика ну чтож запомним базовую инфу как обычно 1 человек прислал граффит то считаю что достоин быть в титрах нашего лайфбара итак как видите здесь еще есть одна сносочка директории или места прочитываются для шрифтов в порядке что у нас считывается сначала идет текущая директория файла fight где он находится то есть папка mugi над им затем папка дата и затем только все остальное не знаю зачем правда это написано но тем не менее есть такая сноска и так будем разбирать разделы первый раздел у нас как обычно идет файл с первая строчка сфф но собственно как у нас называется наш файл со спрейтами для лайфбара он собственно находится как я уже много раз говорил папки моген один дальше идет звуковой файл нашего лайфбара он у нас находится в папке как видите в папке дата он считывается здесь содержится все звуки там выкрики звуки накопления энергии и прочее дальше идет собственно 4 шрифта которые используются лайфбаром все вы их можете обнаружить в папке фонд вот что у нас тут enter 48 вот он номер 14 и номер или номер один номер один скорее всего на девочка собственно все эти шрифты как видите присутствует дальше идет три обособленных файла файтов x фсф файтов x air и common.sd файтов x как я уже много раз говорил это универсальные контейнеры для графики то есть здесь если открыть файл файтов x сфф вы увидите что здесь содержится дефолтные вспышки некоторые кровищи некоторые некоторая графика пыль вот такая вот и все прочее а в файле файты фикс аним так видите собственно их анимации вот они хит спарки и все вот такое прочее на всю эту ерунду вы можете ссылаться в персонажах да то есть здесь хранятся все универсальные эффекты например как кровь морды комбат project просто пишешь в ком-нибудь хелпере или в эксплоде сносочку f1 на первую анимацию и она будет у вас воспроизводится то есть здесь содержится графика универсальных эффектов очень кстати полезная вещь для крупных проектов в едином стиле а здесь собственно анимация этих эффектов ну и в коммун . снд содержится собственно некоторые базовые скажем так звуки на которые вы тоже можете ссылаться при работе если у вас единый проект там допустим звуки движения звуки ходьбы и прочего вот здесь закончили дальше идет такая вот интересная сносочка fight fx и единственная надпись scale 4 что это значит сейчас объясню откроем нашего персонажа и найдем 200 эстет вот эта строчка отвечает собственно за размер вот этого эффекта на которые мы будем ссылаться да то есть как видите хитдев дефолт он вполне позволяет сослаться на анимацию fight fx.air то есть здесь вы пишете допустим единичку минус 1 это значит что отключена собственно спарка вот здесь здесь допустим пишем единичку чтобы при ударе появлялся эффект удара наша спарка здесь собственно выравнивать ее по координатам x и y но как видите по дефолту нет никакой строчки позволяющей регулировать размеры это по этой самой графике и насколько я знаю вот этого строчка скипл она как раз таки позволяет регулировать размеры вот этих вот эффектов которые находятся fight fx то есть сейчас они включены ну то есть увеличиваются по граду на 4 от дефолтного то есть то есть при их вызове в принципе она будет все размером 4 на 4 если вы хотите можете поставить единичку чтобы все было в оригинальных размерах вот собственно это я так понимаю единственная возможность регулировать размеры вот этих вот спарок и прочего графена на который ссылаемся через функцию функцию f для анимации на либо через вот эту спарк но для хитлевов но обычно этим говорит как-то пользуется наверное те кто в mortal kombat project более прошаренные они наверное этим пользуется постоянно чтобы допустим кровь там была не огромная обычного размера один к одному не знаю не пользовался ничего не могу сказать ну собственно вот он наш код лайфбара да причем обратите внимание лайфбаров у нас с вами три штуки первый идет раздел дефолтный лайфбар для первого второго игрока вот видите сносочки player one player 2 ну и дальше идет big in action дальше идет символ лайфбар то есть для режима 2 на 2 вот то есть идите идет раздел для первого игрока для второго игрока для третьего и для четвертого игрока и дальше идет раздел turn slump лайфбар то есть для боев по очереди то есть для каждого режима свой лайфбар по сути придется кодить два лайфбара это для режима 1 на 1 и для режима 2 на 2 потому что turn slump он по сути считается режим как бы 1 на 1 просто по очереди будут бойцы вылазить и потроха его будут идентичные с обычным лайфбаром при бою на 1 на 1 но с некоторыми естественно глазками там будут свои особые функции типа портреты четырех игроков сразу зачеркивание этих портретов для поражения и прочее это мы с вами разберем внизу дальше собственно идет строчка power bar она же шкала энергии да дальше идет раздел face они же лица символ face то есть лица для режима 2 на 2 и turn face самый большой раздел где лица для четырех игроков зачеркивание и прочее дальше идет раздел имя собственно обычные имена имена 2 на 2 для символа и для торнса имена дальше идет таймер дальше раздел компа идет дальше идет раздел раундов с анимациями round one round two fight дальше идут вот эти вот дефолтные анимации кейл 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 тайм овер вины и прочее и собственно дальше идут иконки да для каждого поражения там от блока от супера от обычного даже лайфбар может использовать свою уникальную иконку но это мы все будем разбирать ниже да по плану у нас с вами сегодня давайте хотя бы запилим лайфбар для боя один на один нэ да саландед ити блин дайте я интро отключу нафиг чтобы этого крика не б и чай шоу потом верну раунд one по и какая прелесть это там такие визги свинячьи ну что ж начнем с вами собирать лайфбар для боя одна наша папочка есть у нас папка графин собственно камрад прислал некоторую графику но не всю на это уже будут мои заботы так давайте для начала разберемся с рамочками такая у нас рамочка по цвету пойдет так нам собственно нужно одна рамка потому что вторая будет и зеркальным отражением вот этой вот рамки так чем у нас там мы сохраним в бмп сама собой сделаем из нее собственно спрайт персонаж так что сделаем из нее спрайт как обычно так что у нас по цветам и петка что-то мне вот эти вот фиолетовые не очень нравится а вот они откуда на сейчас будем с этим разбираться фиолетового света если что с другой стороны зачем в принципе все красиво выглядит оставим с фиолетового пусть будет как будет сохраняем его как пейсекс на весь став конечно лайфбара как обычно сносить нельзя а то полезут ошибки и стимулись в свою группу не думаю как обычно начнем с группы 0 или с группы единичка давайте начнем с группы 1 по литра у нас будет 10 сохраняем вылазит у нас такое окошко здесь выбираем естественно функцию для многие на 1 1 и собственно перезаписываем наш файл лайфбара самое главное следите за путем чтобы у вас чтобы не сослаться на нету сборку да собственно перезаписываем сохраняем готова и так background 0 у нас анимация 10 чё у нас анимации 10 анимации 10 у нас про 10 0 что у нас про 10 0 мы все это естественно сносим вот так 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 что мы делаем давайте для начала вставим нашу рамку будем разбирать строчки первая строка player one поз то есть позиция позиция шкал для первого игрока но пока ставим 590 40 как есть так 10 11 12 все равно все это далее идет строчка bg01 то есть анимация нашего бэкграунда мы собственно меняем поскольку у нас анимации нет они меняем на сыпор на спрайты пишем 10 то есть отклонение от дефолтного мы собственно пока с вами это запрем как и затрем bg1 спройт один столь у нас больше нету пока скажем так никаких анимаций дальше идет анимация mid mid это красная строка вот это вот она проявляется в том случае когда шкала начинает убывать по персонажу находит урон то есть и зеленая строка она всегда сверху она откатывается сразу а красная строка показывает сколько на единиц урона вы не типа нанесли данный момент времени для этого у нас существует вот это вот зеленая широкая но и придется да и придется перекрашивать в красную сразу сделаем шкала чтобы все было красиво так зеленая шкала для дефолтной энергии сразу сделаем хотя зачем дубль делать есть варианты проще так создаем спрайт собственно вот она наша шкала зеленая вот она наша зеленая шкала будет показывать уровень жизни сохраняем справит теперь чтоб не мучиться с перекраской давайте обратим ее грин турет сделаем или бордовая давайте более красный что ли сделаем и давайте вот такой вот фиолетовый даже даже смотрится как еще все по дефолту все красные давайте просто сделаем поярче чтоб такая более фиолетовая была зеленый врать синий это слишком фиолетовый пусть будет пустой немножко зеленый с фиолетовым все-таки давайте оставим как есть не сохранил ее как второй спрайт вот они наши два спрайта спрайт создадим группу опять таки будет у нас группа 2 2 0 и 2 1 так 2 0 сразу палитры переменом 2 1 и давайте выровняем чтоб не мучиться относительно нашего некого лайфбара он как идеально попал с первого раза чувствую себя этим сашим ювелиром из того мимо никакого там на саши ювелир сохраняемся и так что мы делаем собственно в виде мы прописываем то же самое то есть меняем 1 12 прописываем на 2.0 то есть средняя наша полосочка 2.0 да offset мы опять затираем и верхний спрайт он же зеленый мы прописываем как 2 1 offset тоже сотрем что делать со строчкой по 1 range x об этом немножко пониже собственно давайте проделаем все то же самое для нашего лайфбара 2 игрока здесь прописываем то же самое только обратите внимание здесь уже строчки подписано как в 2 в 2 background 0 то есть мы все сейчас тупо копируем затираем оффсеты и тут появляется смотрите строчка facing то есть отражение то есть не обязательно прям две строки 2 эти две рамки двое на все все эффекты отражать по дефолту и можно этим всем не засорять наш сфф файл со спрайтами чтобы двойной нагрузки не было все это регулируется положение и отражение с помощью вот этой вот чудесные строчки с фейсингом да то есть ничего запариваться не надо главное оставляйте фейсинги для второго игрока да а то можно так нарваться на неприятности так фейсинг и собственно давайте сохранимся и посмотрим что у нас получилось что нибудь у нас да получится раун ван фай как видите рамки у нас с вами очень и очень и очень маленькие собственно так и думал но вот поэтому для этого у нас существует строчка дай бог вспомнить свой какой-нибудь пружин залезть ой как она там прописывается ребятки а так прописывать через киев через background скейл давайте пропишем строчку и будем настраивать размер наших шкал для начала по дефолту как вы понимаете используется размер единицы единицы давайте воткнем двойку и туда и туда посмотрим что у нас получится не забывайте менять по 1 по 2 это обязательно так раун ван раун ван пай вот тройка куда не шло тройку собственно и оставляем да ну давайте пока сделаем вот что затрем весь графен для остальных наших запчастей пока уберем всю графику все имена стороны чтобы не мешало сейчас чисто будем работать с нашими шкалами чтоб ничего нас не отвлекало от выравнивания на раун ван пай вот хотя 4 наверное многовато можно тройку поставить так давайте тройку потестируем пусть он будет чуть-чуть недорезанный да раун ван пай да наверно все таки тройку ставим и так определились с размерами теперь нам собственно надо выровнять все наше дело вот давайте баловаться с координатами с дефонтными так сколько у нас давайте 190 сейчас нам надо выровнять наши рамки относительно раун ван пай краев экрана и 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 итак теперь что нам надо шоколада нам надо теперь 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 немножко перепутал так здесь 21 здесь 20 кстати не помню работает на шкалы или нет по-моему работаем на то же самое теперь давайте увеличим по дефолту собственно наши шкалы на 3 для этого мы прописываем строчки те же самые по 1 вид скелы пропишем для второго игрока так по двойницкий теперь нам надо заставить появиться наши любимые шкалы шкалы не появляются потому что надо работать со строками по 1 range x и 2 range x эти строки как раз таки и определяют наши шкалы да есть размер этих шкал с какого края в какой край она будет работать итак давайте пропишем 500 сколько давайте 800 сейчас главное чтобы они проявились наши шкалы 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 проявляться не хотят еще это это вечно вечная проблема составить шкалы появится раунд one fight как видите как видите вот они шкалы у нас работают так 50 500 сейчас самая морока будет наладить размер этих шкал раунд one fight 500 слишком много 400 да вот здесь вот так вручную это надо чтобы визуально и технические шкалы раунд one fight как видите 400 слишком мало где-то 425 где-то 425 скорее всего самое главное следите чтобы у вашего персонажа по дефолту было 1000 жизней потому что это дефолтное значение и надо отталкиваться именно от него раунд one fight ну-ка 425 слишком много ну-ка 410 давайте сначала выравняем эту шкалу а потом будем выравнивать ее концовку раунд one ну да 410 в принципе так и есть теперь давайте посмотрим определяется ли у нас концовка правильно ли мы рассчитали так раз два три четыре пять еще 7 ударов это значит где-то не 50 а 100 даже наверное тут по другому никак не рассчитаешь вот таким вот методом тыка сиди и рассчитывай чтобы у тебя раунд one fight технические визуально шкалы все отображали верную информацию думали все так просто опять комбо отлично это называется индуский код это значит где-то примерно 150 давайте потестим где-то в этих между 100 и 150 раунд one 150 теперь надо правый конец определить раунд one fight наверное где-то так и будет до 110 раунд one fight наверное где-то так и будет до 110 раунд one fight ну как я и говорил 110 и так значит что у нас получается для второго игрока будет примерно минус 110 минус 410 плюс минус как обычно раунд one fight раунд one fight местами поменять где-то я так бага скейл бага мид спрейт 21 раунд one fight ну-ка фуллскрин мне ну-ка фуллскрин мне K.O. Ну, как я и говорил, нормально все. Так, теперь давайте разберемся с пауэрбаром. Для того, чтобы пауэрбар настроить, нам надо тоже по дефолту ставить тысячу энергии, да. Потому что она опять-таки будет дробно делить. И будет заполнять три деления как одно. А для пауэрбара нам, собственно, нужен наш графен. Наш графен. Повозка для пауэрбара у нас есть. Вот она. Осталось из нее спрайт запилить. Что мы сейчас сделаем. Так. Сносим. Создаем из нее спрайт. Адаптируем. Вот она наша энергия будет. Есть. Так. Для шкалы энергии у нас будет группа три. Группа три. И это у нас будет. Она парамеру-то подойдет. Пауэрбара не должна. Вот так смотрим. Только надо ее немножко отпустить. Где-то 25, да? Ну, 25 много. 22. 24. Ладно. Что у нас идти сейчас? 23. Все. Компромисс. Итак, переходим в раздел пауэрбара нашего. Оу. Давайте скопируем наше наполнение. Так, этот файт фикс. Блокнот откроем. Скопируем наполнение нашего лайфбара. Оно нам пригодится. Итак, пауэрбар у нас плеер 1, плеер 2, как видите. Но сноски плеер 1, плеер 2 мы сносить не будем. Пусть торчат, как говорится. Что нам надо? Для начала давайте перенесем. Собственно, наше значение. Так. BG, BG1. У нас это ничего не используется. Это мы все затираем. У нас нету отдельной рамки для пауэрбара нашего. Оно у нас с лайфбаром слито. Так. Единственное, что нам тут понадобится. Это, собственно, строка по 1 фронт спрайт. То есть, все то же самое, как и в лайфбаре. Лицевая строчка. Так. 3 получается. И 0. И давайте попробуем изначение перенести рейнджа, как на лайфбаре. И по приколу посмотреть, что у нас с вами получилось. Раунд 1. Пойп. Ага. В принципе, оно все получилось. Относительно нормально. Но мы забыли с вами эскаляцию. FB1 Front Scale. Увеличен на 3. Да и, наверное, сейчас придется с координатами поиграть немножко. Раунд 1. Пойп. Ага. Ага. Какой отвратительный звук. Эльбранд, капли, пинь, пинь, пинь. Ну-ка посмотрим, как заполняется. Можно, в принципе, ее за те вот шкалки красивые назад ее подать. Для этого мы с вами пропишем ручку. P1 Front. Ой. Не здесь. P1 Front, как же, как же она, господи. Сейчас вспомнил. Дай бог поймите. Ах, файнер. О. По-моему, лаернула, да? Я думаю, да. Чтобы она была под этими флажками. Раунд 1. Пойп. А даже так. А если нулевой? Раунд 1. Пойп. Пойп. ай блин неохота дискорд лезть есть там вариант прям без плашек вернее с этими с прорезина да ладно оставим пока так в качестве теста дальше есть вот такого строчка интересная уникальная для power bar по один каунтер of set и по один counter font собственно эти две строчки обозначают циферку когда если вы замечали дефолт на блайк баре когда энергия набирается то появляется циферка на там 1 2 или 3 глядя на лайвар я вот думаю уместно ли при стилистике эту циферку в принципе ставить раун ван пайф можно в принципе вот в это вот место ставите циферку для этого придется создавать кастомный шрифт чем мы собственно давайте займемся у нас есть у наших загажниках шрифт вот он вот такой вот пиксельный надеюсь там есть английская раскладка эти мы переименуем в бар чисто для теста наш 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 скринпак он собственно скопируем конкретно скопируем давайте наш нэймс и перемену его в бар так так зачем он далеко как у нас там кроме корма так так если на нем не будет близкой раскладки это будет очень и очень печально давайте пятый шрифт добавим 5 так и назовем чисто ради теста давайте вернемся к умер пару используем по каунтер фонд 5 и посмотрим появится ли у нас циферка так называемая round one хоть где-нибудь она появится если не появится это будет очень печально нам собственно чё надо сделать нам надо загнать вот в этот угол через counter offset давайте 200 и 100 просто добавим ее ради интереса round one пай насчет 100 многовато получилось где-то надо 80 естественно 500 где-то четыреста и девяносто чем ничего сейчас мы найдем позицию round one fight ну-ка фуллскрин мне ползу так надо ее еще немножко вперед 405 немножко наверх это 87 чтобы она относительно этой плашки было более-менее выровненная round one fight нет 87 слишком много так значит 404 88 round one fight о пойдет ой а он ой у тебя че этот выравниватель что ли стоит что ты больше 3000 накопить не можешь по умолчанию больше 3000 не можешь карга 195 вот мудаки зачем такое ограничение ставить написали бы фулл пауэр и все для повермакса раунд вон файк в принципе нормально все его значения дефолтные последний раз тестируем первого игрока раунд вон файк что-то сдается мне слишком много range x у нас относительно левого края ну-ка тысячу поставим слишком много сдается мне надо не 410 и это 350 потому что он еще некоторое время чарджица не заполняется шкафа не заполняется шкала раунд вон по м в м м в м м м чтобы свои дерьмо протестировать все будет пиздюляно 390 надо Повар, ты хищу посты. В принципе, да, с этой шкалой мы закончили. Теперь для второго игрока, да, есть, в принципе, все то же самое. Переносим строки в позиции. Так. Так, так, так. Так, вот это все затеряем. Подлово фронт спай, подлово фронт фэйсинг. Так, так. Здесь минус 110, минус 390. Так, здесь 88, 404, минус 1280. Так, 1280, минус 440, 490, 876, 876. Так, здесь пятерочку. Давайте тестировать второго плеера. Так, единственное, чего не хватает, это нашего каунтера. Второго каунтера. Второго каунтера. Так, 404. А если 604 поставить? Может 876, ему слишком много. Раунд 1, файк. А че не так? П2 каунтер фонт, 5 5 5 0 0. Че тебе каунтер не дает покоя? А, надо 1230 высчитывать. Ну, я даже не знаю. Давайте поставим 0. Раунд 1, файк. О, как. А сколько у нас там было? Минус 876. Блин, вот че тоже надо разворачивать. Это я че-то не понимаю. Раунд 1, файк. Раунд 1, файк. Раунд 1, файк. Раунд 1, файк. О,о,о,оу. О-о! О-о-о,но-но-но-но. На несколько единиц. Наверное, где-то 402 с учетом свяжение. движение но как-то тогда получается шина мы в повар баре затираем так и идет сноска level sound это собственно звуки когда ты щенка набегает на нашем повар баре срабатывает звук звук у нас как я говорил берется из файла у нас открылся раунд он вот они наши звуки раунд кю раунд 3 кей-о-добл time вот он наш звук 210 у нас где-то у меня был такой вот у нас звучит есть у кг как она мне подходит и мы удосите экспортируем его вов само собой давайте заменим наш дефолтный звук на наш новый звук вот тестируем раунд вон все работает как видите едем дальше с повар баллами с барами слай барами разобрались давайте теперь с портретами тем более ехать недалеко вот они буквально под повар баром разберемся с портретами и собственно вы можете увидеть все то же самое из уникальных строк здесь только по один фейс собственно спрайт по дефолту используется для портрета 9000 и по моему даже не меняется хотя может 9001 тоже движок может считать фейсинг собственное отображение и аффсет да собственно графика как видите есть для него но мы ее использовать не будем давайте разберемся с портретами если что придется работать с размерами портретов давайте сначала портрет хотя бы выровняем раунд вон пай слишком большой наверно вот ну ка так начало 30 30 нет 40 40 если чу сейчас размерчики подгоним раунд вон пай слишком большой я не надеялся на чудо поэтому прописан строчку скейл давайте это будет 0707 для начала раунд вон пай мало 08 раунд вон пай раунд вон пай чё нам надо чё-то 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 да ну ка 5035 как у нас портрет будет смотреться раунд вон пай таким образом раунд вон пай чё-то 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 не это не нужно Раунд 1, fight! Раунд 1, fight! Не-ээ... Всё-таки придется 0808 пихать... Чтобы влезть в рамки... Думал... Подгоним... Кажется, не хвата более... Раунд 1, fight! Тонко всем этим говном заниматься... По крайней мере, сейчас... Там уж потом за кадром... Подровняю их относительно... Раунд 1, fight! Чё у нас получается? Ну-ка на светлом фоне... Угу... Ну чё, будем... Делать... Фигню... Раунд 1, fight! Наверх... Так... 35... Эээ... Да... У нас вот таких вот тонкостей... Из... Из... Вот этих всех из подгонов... Раунд 1, fight! В этом есть лайфбар, как говорится... В этом есть лайфбар, как говорится... 077... 088... Это последняя попытка поторговаться... Раунд 1, fight! Раунд 1, fight! Мелки-моталки... Ещё ниже... Давай 38... Сейчас 38 много будет... Вот вернёмся к 37... И... Да... Я даже не сомневаюсь... В этом... Раунд 1, fight! О нет... Смотрите-ка... Встал... Почти как влитой... Угу... Пойдёт... Оставляем... Так... Теперь для второго игрока... Тут, в принципе, всё то же самое... Всю эту фигню сносим... Только с размерами надо определиться... О-о-о... Так... 38... 65... 5... Ну... 18... Не-нkeš, 對, jużll L Underground... H這種... Куда? Все надо. Раунд 1. Пайп! Ну-ка, вспышку, господа. Кривовод, конечно, но да ладно. Угл обытих уже, как говорится. Ну, а последнее на сегодня, что осталось, это наши имена. Давайте сразу потестируем пятый шрифт. Посмотрим, есть в нем английские буквы. Че нам на это выдаст? Раунд 1. Пайп! О, как! Видали? Есть английские буквы. Отлично. Думаю, размер имен мы изменять не будем, как оно есть, а пусть и будет. Просто надо выровнять относительно рамки. Они у нас будут сверху. Раунд 1. Пайп! Так, еще ниже, да? Хотя, в принципе, если так, наоборот, чуть-чуть повыше 44 и давай 120. Раунд 1. Пайп! О, 120. Маловато. Давай 150. Раунд 1. Пайп! Давай 160 уговорил. Ёлки-палки. Разбываешь, что лайф бордел. Раунд 1. Пайп! О, как! Как влитой. Ну, теперь осталось то же самое для нашего второго игрока сделать. 44. 44. Раунд 1. Пайп! Отлично. Считаю, что красота. Ну, можно немножко назад, конечно, сдать здесь. Расстояние явно. Но это как обычно. Из-за того, что отображения примерно 2-1 пиксель слетают. Вот это прям хрестоматийно, я бы сказал. Да. Раунд 1. Пайп! Ага. Ну что ж. Готово. Да. Вот, собственно, наша... Заготовка нашего лайфбара. Да. От первого игрока. Да. Шкалы настроены. Шкалы работают. Энергия пополняется. Жизни обнуляются. К. К. Эсто ya no es divertido. Эсти... Раунд 2. Файк! Считаю, красота. На этой с вами позитивной ноте мы закончим. Да. В следующей части будем делать рамки для режима боев 2 на 2. Там, в принципе, все то же самое. Но придется делать вторую рамку для своего напарника. Да. Ну, и некоторые позиции будут меняться. Да. Придется больше шкал добавлять и всего прочего. Да. На сегодня хватит с вас. Вот. С вами был Даркман. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Комментируйте. Если есть что сказать. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Где собраны все туториалы. Как рукописные, так и виде видеороликов. Также есть один эксклюзивный тутор, который доступен только подписчикам. Следующая часть, когда будет, не знаю, будем смотреть по степени загруженности. Успехов в изучении материала. И до скорой встречи.